В Московском областном центре охраны материнства и детства работает отделение физиотерапии. Оно находится на базе второй детской поликлиники и оказывает широкий спектр медицинских услуг. Наша съемочная группа увидела, какие условия созданы для маленьких пациентов. Перпендикулярно подводим к животику, держим и также работаем с другой стопой. Под четким руководством тренера и в заботливых руках мамы. И так проходит занятие по грудничковому плаванию в Московском областном центре охраны материнства и детства. Такие водные процедуры полезны абсолютно каждому ребенку. Но здесь малыши, которым плавание нужно для улучшения здоровья. Ребеночек еще пока самостоятельно не сидит, но он ползает, то самостоятельно пока не сидит. И вот чтобы физические мышцы укрепить, чтобы ребенок мог уже самостоятельно сесть, назначили занятие в бассейне. Сегодня у нас второе занятие. Очень нам нравится. Бассейн никогда не пустует. Занятия проходят каждый день. Один урок по плаванию длится 30 минут. Начинается он с небольшой разминки. Затем мамы с малышами по команде инструктора делают различные упражнения. Используем у нас подручные средства. Это как круги. То есть для обучения равномесия, координации ребеночка. Для обучения я использую куклу для показательных моментов мамам. Если, допустим, не понимают. То есть кукла мой выручатель в данном случае. Оздоровительный бассейн – лишь часть структуры отделения физиотерапии. В него входит также соляная пещера, кабинет массажа, зал для ЛФК и палаты, где с помощью специальных приборов проводят тепло- и электролечение. Причин, по которым врач может направить маленьких пациентов в это отделение, множество. В основном патология простудного заболевания – это бронхи, бронхиальная астма, лор-патология, аденоидиты, невротические реакции, сейчас очень большой спектр, головные боли напряжения, нейроциркуляторные дистонии, дети с повышенным помешанным давлением, ортопедическая патология, сколиозы, нарушения осанки очень много, и плосковальгусные так же стопы. То есть спектр очень широкий, мы обладаем большими возможностями отделения, проводим реабилитацию таких детей. В физиотерапевтическое отделение маленькие пациенты попадают по направлению педиатра или узких специалистов. Пройти здесь лечение могут не только прикрепленные ко второй поликлинике дети. К примеру, бассейн и галлотерапию посещают в том числе пациенты стационарного отделения.